Приветствую вас. Я думаю, что у вас есть страх смерти. Вот вы пишете, что у меня страх смерти появился, да, там, ну, какое-то время. То есть, вот, после того, как у вас ночью случился такой приступ, да, то есть, случилось это вдруг с ночью плохо стало, начало сильно бросать в сердце, сильно билось после этого такого состояния. Вот, вообще очень похожа на, конечно, паническую опеку, но это вам нужно диагностироваться у врача, лучше будет, если вы диагностируетесь у врача, потому что это может быть и медицинская история в том числе. Вот. И, соответственно, пока что, исходя вот из того, что вы говорите, исходя из того, что вы пишете, я могу предположить, что в цирке была паническая атака. Вот. Паническая атака, она, как правило, связана с тем, что человек находится в определенном таком состоянии напряжения, да, то есть, человек находится в состоянии постоянного нервного напряжения человеку, то бишь, вам это всё вот про вас, как бы я говорю, да, вам тяжело достаточно, вам сложно, вам может быть неприятно, вам может быть как-то вот болезненно, вот. А речь идёт об этом, речь идёт об этом. И если это так, да, если это так, то с этим, конечно, можно и нужно что-то делать, да, вот. То есть, если вы себя чувствуете на самом деле, если вы себя чувствуете не свободно, если вам тяжело, если вам как-то вот болезненно, да, то с этим нужно работать. Страх смерти появляется только тогда, когда человек чувствует себя не свободным, тогда появляется страх смерти. Вот. Соответственно, у вас вы, вероятно, чувствуете себя не свободным, вот. Я не говорю, что вы в этом виноваты, я не говорю, что вы должны обязательно, там, действовать по-другому, да, я не говорю, что вы... что это делаете не так, вот, но я хочу сказать, что ситуация, она вот такая, выглядит так, по крайней мере, да. Вот. Ну и, соответственно, если уж вы себя... поставили, вот, в такое положение, да, если вы себя поставили в такую ситуацию, то давайте из неё в таком случае уже будем стараться восходить, там, чтобы не вредить ни вам, ни ребёнку. Вот. Я думаю, что вот таким образом вам можно ответить на вопрос, который я задаю. то-же, в принципе, да. Условно говоря, то есть, условно говоря, причина того, что вы ощущаете, именно причина того, что вы ощущаете, является то, что все вы ощущаете, И страх смерти, это такая штука, которая, условно говоря, позволяет вам ответственность и избегать. То есть вы благодаря ей можете избежать ответственности, благодаря вот своему страху смерти. Я не говорю, что вы виноваты, я не считаю, что вы виноваты, просто я говорю о том, как обстоят дела. И я, соответственно, очень надеюсь на то, что с вами будут сделаны выводы. Если не для себя будут сделаны выводы, то хотя бы для вашего ребенка. Которому требуется спокойная, гармоничная, уверенная в себе мама, знающая, чего она хочет. Вот, любящая, любящая себя, да, понимающая себя, ценящая себя и так далее. А пока это вас раздрать. Ну, я думаю, что это может быть связано с вашим, например, образом жизни. Если вы, вот, ну, и, ну, знаете, если вы живете вот в таком формате, в таком стульсе, вот вы живете, значит, когда все на вас, да, когда все вообще на вас, постоянно все на вас. Вот, и, соответственно, это на самом деле тяжело. Это на самом деле очень трудно. И необходимо привлекать других членов семьи для взаимодействия с ребенком вашим, вот, чтобы у вас была возможность, чтобы у вас была возможность отдыхать, чтобы у вас была возможность заниматься своими делами, чтобы у вас была возможность реализовывать свои потребности, чтобы у вас была возможность реализовывать свои желания, вот, чтобы вы не чувствовали себя столько, вот, знаете, да, в какой вот момент, чтобы вы не чувствовали себя только мамой. Вот. 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 То есть это вот такая очень важная история, на которую мне кажется нужно обратить вам большое внимание. и страх смерти он всегда про это, страх смерти всегда про не свободу, про такие ограничения, если можно так выразить. И ограничения эти, они, они, как правило, вот, для человека, да, они крайне, ну, они крайне, крайне, они крайне болезненные, эти ограничения, для человека. Вот. 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 То есть, от вредникает такое подспудное желание освободиться, если человек, человек, эм, для себя не видит, эм, ну, не видит другого выхода. А вы, судя по тому, что говорите, да, вы как раз таки, вот, другого выхода-то и не, и не видите. Вам, как раз, тяжело, достаточно сильно, вот. Ну, все решаемо, все решается, а, было бы у вас желание, вот, что можно решить, в принципе. На этом все, а, я надеюсь, что он помог вам. А, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok